Продажа алкоголя в Рамадан запрещена. За исполнением закона о запрете торговли спиртными напитками в священный месяц проследили активисты федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы. Как наши предприниматели пытаются обойти этот закон, увидел мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Заглянул за ширму, выбрал бутылку и оплатил. Так Константин Демченко успешно совершил контрольную закупку. Рейд «Трезвая Россия» в магазине по улице Ирчика «Заказа» стал владелицу врасплох. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вот именно. Вы не знаете закон. То, что эта точка пользуется большим спросом, понять было несложно. Только за полчаса нахождения активистов на месте пришли и развернулись 10 человек. Предприниматели хитрыми способами обходят закон. Мы убедились, что данная бутылка должна находиться на прилавке, то есть она еще не проданная. Тем самым предприниматели уже фиксируют для себя определенные штрих-ходы акции Закмара. И после уже завершения месяца Рамадан, когда уже будет разрешено продавать алкогольную курицу, они ее внесут, якобы проданную уже в то время, когда разрешено продавать. Закон, запрещающий продавать спиртные напитки в дни месяца Рамадан, был принят в Дагестане еще в 2013 году. Как показывает практика, он не соблюдается. Несмотря на то, что ежегодно перед началом Рамадан месяца мы предупреждаем всех предпринимателей, продающих алкогольную продукцию, чтобы они не продавали алкогольную продукцию, так как закон действует с 2013 года, но некоторые предприниматели как бы все-таки продолжают нарушать закон и продолжают продавать алкоголь. Похожая картина и в других точках сбыта. По многочисленным заявкам рейд провели в пивбаре в районе Нового Кяхулая. Он закрыт для посиделок, работают на вынос. При этом на полках здесь явно не продукты первой необходимости. Вину за продажу алкоголя на себя берет продавщица. Якобы открылась она по своей воле. Все это, чтобы избежать крупного штрафа в надежде, что протокол составят на физлицо. Само заведение находится при местном пивзаводе. По словам сотрудников, к этой точке сбыта они отношения сейчас не имеют. Данные предприниматели у нас, как всегда, предприимчивые. Они находят для себя лазейки и всеми способами пытаются реализовать алкогольную продукцию. В данный момент на территории завода функционировал пивной бар, торговали алкогольной продукцией на вынос. По данному заведению было очень много жалоб к нам в социальной сети. Местные жители писали, что пив-бар не перестает функционировать и в период священного месяца Рамадана продает алкогольную продукцию. После того, как участники антиалкогольного рейда зафиксировали правонарушение, сотрудники полиции составляют административный материал и направляют в суд для вынесения решения. Предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Продолжение следует...